Всем привет! Сегодня в ролике я вам покажу прикольный скрипт для Survive the Killer. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылка на него, естественно, будет в описании. Первым делом, что нам нужно сделать, это, естественно, заинжектиться. Нажимаем на кнопочку Inject и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Все отлично, у меня получилось заинжектиться. Значит, смотрите, у кого Inject не сработал, заходим в настройки и вот здесь выбираем версию Inject. Версия 2.0 и вот другая есть версия. Вот, пробуйте с этими версиями и с какой-то из этих двух у вас должно получиться. Так, и теперь после этого вставляем вот сюда скрипт и нажимаем кнопочку Execute. Все отлично, вот он, скрипт появился. В принципе, функций довольно много. Значит, первым делом давайте включим SP. Player SP включаем. Все отлично, как видите, работает. То есть, мы видим с вами всех игроков, которые есть на карте и получается убийцу. А лут SP это получается то, что можно подобрать. Вот, как видите, названия появились. То есть, мы подходим, нажимаем E и собираем, получается, этот предмет. В принципе, пусть горит. Я думаю, особо мешать не будет. Хотя нет, мешает. Давайте уберем, короче. Все, как видите, убралось. И переходим в основные функции. Anti-Avc это получается функция, с помощью которой вас не будет кикать. Автофарм. Насчет этой функции не знаю. Я и не проверял. Ну, вроде бы как. В теории она, получается, должна собирать вот эти предметы, которые находятся на карте. Но... А нет, вот вроде бы что-то начинает работать. Получается, определенный промежуток времени нужно ждать. Как я понял. Или нет? Вроде я ничего, ни на какую кнопку не нажимал. И меня тпхнуло к предмету, как видите. Странно. Давайте еще раз включим и проверим, что произойдет. Ну, пока что ничего не происходит. Странно. Вот. Насчет этой функции, короче, я не знаю, как она работает. И работает ли она вообще. Так, давайте, короче, подальше убежим от убийцы. Чтобы он нас не убил. Ну, ладно, в принципе, не суть. Вы можете с помощью SP бегать по карте, собирать, получается, вот эти предметы, если они вам нужны. Так, все, выключаем. Давайте эту функцию тоже выключим. А также здесь есть функция для убийств. Ну, то есть, если вы станете, допустим, убийцей, вы сможете сразу всех буквально за несколько секунд убить. Получается, можно убить сразу всех, как я понял, за одну секунду. Либо же включить автокилл. То есть, как я понимаю, эта функция работает так. Получается, вот, грубо говоря, есть игрок. Вы тпхаетесь к нему сзади. И он автоматически умирает. Вот, делается это, естественно, быстро. Но, к сожалению, показать я это пока что не смогу. Также здесь есть тп к игрокам. Как видите, вот здесь указаны ники, к кому можем телепортироваться. Вот, допустим, ник игрока мы видим. Нажимаем сюда. И, как видите, мы к нему тпхнулись. Отлично. Так, убийца пока что не подбегает ко мне близко. Ну, давайте попробуем тпхнуться к другому игроку. Так, ищем его ник. Пока что не вижу, где он тут находится. Вот, все, нашел. Нажимаем на него. И, как видите, мы с вами смогли тпхнуться. Так, убийца, как я понимаю, уже за мной бежит. Надо найти того игрока быстрее. Все, отлично. Мы к нему тпхнулись. И телепорт работает. Вроде бы тут есть кнопочка и спид удор. Не знаю, работает она или нет. Давайте, в принципе, мы сейчас это с вами проверим. Так, все, отлично. Эта кнопка работает. Как видите, получается, когда открывается дверь, мы можем тпхнуться на эту дверь. И автоматически получается закончить игру. И остаться победителем в этой игре. Ну, то есть в этом раунде. Так, следующая функция. Авто. Не знаю, как это правильно произносится. Ну, пока что не видно то, что она работает. Ну-ка. Просто не понимаю, что она делает. Ну, скорее всего, она работает. У кого хороший английский, я думаю, вы поймете, что эта функция дает. Также есть еще какой-то телепорт. Ну, давайте сейчас подождем, когда следующий раунд начнется и с вами проверим. Так, посмотрим, какие тут еще функции есть. Вот эти функции, сразу скажу, то, что можете не использовать, потому что, получается, в чат пойдет спам. Вот. И вас за это еще могут забанить. Либо выдать предупреждение. Так, что вот эти вот функции лучше не используйте. Также, получается, можно этот чит, эту панельку свернуть. Нажимаете вот сюда и выбираете любую кнопку, которая вам нравится. Допустим, выберу Q. Все, я ее выбрал. Как видите, панелька вот эта пропала. Нажимаем, и она появилась. Так, информация. Ну, тут, в принципе, по функциям ничего нет. Все, отлично, раунд начинается. И давайте сейчас опять быстренько пробежимся по функциям. Я хочу понять, все-таки, что делает автофарм. Давайте его включим. Может быть, на какую-то определенную кнопку нужно нажимать. Или еще что-то делать. Ну, пока непонятно. Ну, ладно. Выключаем, короче. Есть также лут автофарм. Давайте включим. Проверим, работает эта функция вообще или нет. Ну, пока что меня не тпхает. Как я понимаю, мне, скорее всего, должно тпхнуть. Но это не происходит. Окей. Может быть, здесь сначала нужно выбрать, на какой лут вас, чтобы телепортировал. Допустим, выберем вот это. Так, все, отлично. Меня на этот лут тпхнуло. Включаем эту функцию. И больше меня не тпхает. Скорее всего, эти предметы, наверное, спаунятся поштучно. Давайте выберем вот этот предмет. Ой. Вот это я зря сейчас сделал. Чуть не умер. Так, ладно, давайте другой предмет. Допустим, вот это. Опять рядом с убийцей меня заспаунило. Все, мы его собираем на кнопочку Е. И включаем опять эту функцию. Нет, к сожалению, она не работает, как видите. Ну, ладно. В принципе, всегда у вас есть спи. Вот этого лута, который спаунится. И вы можете его собирать. Вот, как видите, названия появились. Просто подбегаете и собираете. Так, вроде бы там еще какие-то функции были. Давайте вот эту последнюю функцию проверим. Тоже, как понимаю, должно куда-то телепортировать. Но пока что не телепортирует. Так, включаем вот эту функцию. Ага, как видите, я ее почему-то включить не могу. А, все включилось. И пока что ничего не происходит. Как я понимаю. Так, выключаем. Да. Все как было, так и осталось. Ну, ладно. Последний раз вот эту функцию проверяем. Почему-то она еще сейчас включаться не хочет. Вот сейчас включилась. И все-таки меня никуда не телепортирует. Ну, ладно. В принципе, не суть. Я думаю, скрипт довольно прикольный. Ну, по крайней мере, как видите, и спи здесь работает. Это уже круто. Также можно телепортироваться к игрокам. И собирать лут, который есть на карте. Вы его, в принципе, легко можете найти. Если он вам нужен. Его нужно вам его собрать. В принципе, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока.